Сегодня речь пойдет о планировании применения региональной группировки войск сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Понятно, что в рамках наших договоренностей о союзном государстве предусмотрена для защиты границ и союзного государства в целом на западном направлении региональная группировка войск, основу которой составляют вооруженные силы Беларуси. В западном военном округе Российской Федерации созданы силы и средства Российской Федерации в случае конфликта военных действий, которые выступают вместе с вооруженными силами Республики Беларусь на защиту Беларуси и России. Мы договаривались о том, что нам надо осовременить с учетом ситуации на западных наших границах и в мире вообще. Нужно осовременить и актуализировать материалы и документы по применению этой группировки вооруженных сил. Знаю, что и у вас, и в Российской Федерации такая работа проведена. Я полагаю, что президенту России также будет доложено о результатах этой работы, но сегодня я хотел бы услышать о том, что нового в связи с переработанными документами. И что предстоит нам еще сделать, если необходимо, потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали, и руководство США, и сейчас руководство НАТО, оправдываясь, говорят, что нет, нет, это мы просто так тренируемся. Мы люди военные, если даже тренируемся, то значит для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, ну, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя. Продолжение следует...